Здравствуйте, друзья мои! И некоторые христиане говорят о том, что мы живем в какое-то странное время, куда-то исчезли старцы. Старцы, чудотворцы, молитвенники, наши христианские мудрецы, что-то случилось. Священники стали такими пресными, светскими, доступными. Что-то с христианами тоже происходит. Нету той силы чудотворной молитвы, нету тех пророческих словес. Мы стали какими-то слишком мелкими, слабыми, тщедушными. Почему это происходит? Что случилось с нами? Может быть, это признак последних времен? И наряду с этим мы читаем воспоминания даже о наших современниках, о тех людях, которые совсем недавно еще служили, проповедовали. Например, митрополит Антоний Сурожский, наш великий проповедник, и, я думаю, святой Русской Православной Церкви. Мы еще это не осознали. Великий богослов, который ничего не писал, но он только говорил, но жизнью своей свидетельствовал. Когда я первый раз услышал его проповедь, я долго размышлял, тогда я был совсем юным человеком, размышлял, что в нем такое особенного. Он говорит очень простые вещи. Он говорит, собственно, настолько простым языком, настолько ясным, что если ты начнешь записывать, делать какой-то конспект его речей, ничего нового ты, собственно, там и не найдешь. Все это уже говорили святые отцы, в Евангелии об этом все сказано. Но в его лице было нечто, что выдавало присутствие Бога в его жизни. Вот что важно. И потом я неоднократно слышал от тех людей, которые служили вместе с ладыкой, митрополитом Антонием, что его богослужение отличалось каким-то напряженным опытом присутствия Бога в этот момент в богослужении, в его жизни. Этот святитель Антоний Сурожский, он отличался особой требовательностью к богослужению. Например, он никогда не требовал вычитывать все молитвы, часы, каноны, кофизмы и так далее. Но, с другой стороны, был очень чуток к тому, чтобы в церкви была предельная тишина, чтобы ни в алтаре, ни в храме никто не разговаривал. Когда совершалась литургия или все ночные бдения, все близкие и прихожане знали эту особенность в ладыке митрополита Антонием. И при всем том милосердии, добром характере, снисходительности, которая была всегда в жизни святителя Антонием, так обычно, так просто, в нем присутствовала эта строгость по отношению к богослужению, к тишине, требований тишины. Почему? Потому что весь он в церкви, как говорили очевидцы, его духовные дети, его прихожане, он преображался. У этого человека на лице сразу появлялся отпечаток присутствия Бога. Ты видел в этот момент, он стоит лицом к лицу с Богом. Вот какая особенность была в этом человеке. И потом, когда я начал изучать биографию отца Сергия Булгакова, нашего великого богослова и молитвенника, и пророка во многом, я нашел дневники замечательной русской журналистки, публициста, писательницы Ариадны Владимировны Тырковой-Вильямс. Она сделала такую запись в своем дневнике. «Здесь неделю пробыл отец Сергий Булгаков». Это явление необычайное. Ариадна Владимировна была человеком светским. Она не была воцерковленной христианкой, обычной русской интеллигенцией. Начало XX века человек очень далекий от церкви на самом деле. Но почему-то фигура отца Сергия ее поразила. И она пишет, «После отца Иоанна Кронштадтского первый раз вижу такое напряженное, упорное молитвенное устремление к Богу». Он ее поразил, эти церкви Булгаков, не своими яркими проповедями или очень учеными, мудрыми речами. А она видела в нем упорное молитвенное напряжение во время богослужения. Как будто все накопленные устремления к Богу за прежние годы деятельной, умственной работы, знания и мысли сложились, сложил он как-то в подножии, к подножию веры. «Радуется ли он Христу? Не знаю. Был озабоченный, усталый, когда смеялся, молодел. Глядя на елку, со встухом сказал, «Ничего я в жизни так не любил, как устраивать детям елку. Никогда еще так остро не было во мне волнение при виде причастия», пишет Ариадна Владимировна. Побывав на богослужении отца Сергия Булгакова, она вдруг пережила, ей передалось это настроение от самого священника. Он был потрясен сам присутствием на литургии, потому что он совершал литургию, но она видела, как он смотрит на чашу Христову, и это передалось и ей. «Никогда еще так остро не было во мне волнения при виде причастия, как на его службе. Но знаю еще рано, не могу я подойти к причастию, пока до конца не приму тайну». Эту умную женщину, очень образованную, которая входила в круг выдающихся деятелей, мыслителей, культурной элиты российской начала XX века, поразили не речи отца Сергия о Боге, а он сам, как и митрополит Антоний, поражал всех не просто своими речами, а присутствием Бога в его жизни. И мы задаем себе вопрос, почему у этих священников Бог в жизни присутствовал, почему они так заражали всех вокруг себя этим волнением, этим напряженным всматриванием, молитвенным тревожностью, благородной радостью в присутствии Бога, хождением перед лицом Божиим. А у других священников этого нету, у других прихожан, верующих людей этого нету. Я думаю, это связано с тем, что мы сами не позволяем себе по-настоящему взволноваться. Речь не идет о эмоциональном, может быть, волнении, взвинченности. Я думаю, что нас пугает присутствие Бога в нашей жизни, даже священников, даже епископов, даже верующих людей. Нам проще, когда все заканчивается отпустом, когда мы формально выполняем устав, когда мы сдержанно очень подходим к чаше, когда мы выполняем все, предписанное уставом. Так проще. Это очень понятно. Потому что если я позволю Богу присутствовать в моей жизни так, как это должно быть, наверное, мне придется полностью изменить свою жизнь. Дело в том, что люди, которые не позволяют Богу присутствовать в своей жизни, они это делают не потому, что боятся Бога, а потому, что они боятся людей. Это черта нашей эпохи, индивидуального, атомизированного общества. Мы знаем свои границы, дистанцию, и через эту границу стараемся никого не пускать, потому что мы стали очень уязвимы. Дружба, любовь могут поранить. Хотелось бы многих обнять, но мы держим дистанцию. И эту же дистанцию мы распространяем и на Бога, потому что об Бога можно тоже пораниться. Он тоже может сделать больно, потому что быть рядом с Богом, это значит нести Его крест, разделять с Ним Его Голгофу и восторг воскресения тоже разделять. И может быть поэтому, потому что мы боимся любить людей, боимся дружить по-настоящему, держим дистанцию, мы за это платим одиночеством, даже одиночеством не только в присутствии людей и близких, отсутствием дружбы близких людей, но еще и одиночеством в присутствии Бога. Ведь Он рядом с нами, мы это знаем, ведь Он присутствует в нашей жизни, очень живо, очень деятельно, мы это знаем, но мы не позволяем Ему волновать нашу жизнь, потому что это очень страшно, это лишит нас комфорта, это лишит нас нашего тихого, уютного одиночества, где так все понятно, ясно, предсказуемо. А Бог — это не ручное животное, мы не можем Его контролировать. И поэтому, если ты хочешь жить как пророк, если ты хочешь подражать таким людям, как митрополит Антоний или отец Сергий, или наши великие святители, священномученики, нужно раскрыться, сделать себя уязвимым, но прежде всего уязвимым для людей, а потом уже и для Бога. Без этого нам никак не пережить и не вынести присутствие Бога в нашей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok